всем привет вы на канале пользы нет и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы сейчас съемка ведется на новый samsung fe 21 я с ним ходил три недели благодаря самсунгу спасибо что дали я им этот аппарат верну при том с радостью и особенно я хочу отметить то что никаких тези никаких условий оплаты ли еще чего то не было специально по этой причине я девайса возвращаю на с 21 у меня был обзор был обзор также наверное еще на 10 самсунгов я их покупаю я не их рассказываю им интересно наверное было разместиться на моей платформе вот вам и обзор обзор будет долгим и мучительным я особенно уделял внимание камерам спойлер сразу за эти деньги данный аппарат это просто что-то с чем-то я не понимаю с чего он так стоит но вдруг он также как и в е20 который недавно был опять же на темоле 2627 а недавно еще до этого в мтс и одни сутки в москве они продавали по 23 вот это очуменная стоимость аппарат вот такой f21 если забыть о стоимости touch 240 герц есть touch и по 600 но давайте будем откровенны touch 600 поддерживает на данный момент в андроиде только четыре игрушки есть уже помимо его беспроводной зарядки есть зарядки и побыстрее есть и проводные зарядки побыстрее специально из-за этого телефона покупил кстати самсунгов скую зарядку на 45 ватт но это так спойлер что я реально его тестировал следующий момент по поводу камер у него есть очень хорошая стабилизация по моему мнению основной камеры с которой сейчас все снимается специально вот весь ролик практически я снимал в очках вот я снимаю для вас опять же снова напоминаю на этот телефон с его же микрофонов без очков чтобы вы видели как не намазанный человек к сожалению самсунгом будет улучшаться то есть я выгляжу хуже чем он снимает искусственный свет от снега как вы знаете отражается и поэтому снимать легко кофта максимально красные можете посмотреть другие обзоры часы apple watch вы можете увидеть любом магазине тоже красный с красным ремешком это о съемке если по поводу каких-то других вещей перегревается факт играть иногда приятно но только первые пять десять минут комплект будет сто процентов скромен вам придется еще докупать к этой космической цене зарядку если брать экран шим космос конечно же но экран шикарной яркость максимальная если брать какие-то другие плюшки ничего супер нового они не придумали материалы топ внешка топ по ощущениям топ по цене что-то с чем-то я в описании оставлю то что я вместо него бы купил давайте откровенно у меня слов не хватает чтобы описать мое возмущение я думал там как минимум на две десятки меньше цена будет в целом samsung справился с чем с тем что по моему мнению вот опять же у меня были разные девайсы в руках они скрестили с 21 ультрас и 20 у них получилось вот это не прощая ему только перегрев и тротлинг возможно с новыми прошивками они что-то допилят я в них верю смотрим напоминаю что 7 обзоров неделю примерно выгружаются то есть каждый день есть что посмотреть плюс я рассказываю вам обо всем что мне интересно начиная от смартфонов и заканчивая беспроводными наушниками которых на канале на 1 сотни четыре умными часами которых сотни полторы и чертовой тучей топов топа товаров для распродаж чтобы товаров разного ценового сегмента так что смотрим кому интересно а сегодня я буду рассказывать вам очередной раз о бренде который я тихо недолюбливаю но несмотря ни на что и вопреки всему пришел момент когда я согласился с ними чтобы пообозревать их девайс еще раз напоминаю что все это будет исключительно критично почему потому что я считаю самсунг лютым оверпрайсом это как вы понимаете samsung fe не знаю почему у меня он без коробки но коробку вы не увидите его я верну никаких т.з. условий кроме того что я должен выгрузить не раньше определенного числа нет единственно почему еще согласился потому что это моя знакомая попросила так что готовьтесь критики я надеюсь что я по полной программе его протестирую ходить я буду с ним не одну неделю а несколько недель fe 20 я купил сегодня и сегодня опять же не получив еще на руки я получаю прототип прямо прототип цифрками наверное в первый раз за всю мою блогерскую жизнь fe 21 здесь у нас очень странно олеофобка пока она мне не нравится я обязательно сделаю с ним прожарку до того как я отдам его я с вами на стриме его погоняю стресс-тестах плюс расскажу вам про подводные камни на данный момент эмоции вау почему потому что матовая матовая крышка эта тема плюс он очень сильно походит на мой с 21 но по габаритам он разумеется значительно больше очень приятно тактильно кнопки сильно выпирают люфт уже максимальный то есть достаточно было чуть-чуть их покасаться разумеется на гранях у нас наклеена ужаснейшая пленка которая просто патологически не перевариваю они что в бюджетных моделях что в дорогих моделях заклеивают все и вся капелька находится посерединочке капелька маленькая телефон полностью разряжен блока зарядки у меня нет то есть я понятия на данный момент не имею каким блоком будет заряжаться данный аппарат кабель для зарядки разумеется и избитой psy нет samsung не пошли далеко samsung решили что 2 сим физические симки вам хватит размеры прям внушительные это ощущаю но 74 156 миллиметров в высоту толщина с блоком камер которые не сильно выпирают 9,8 миллиметра без блока камер восемь целых одна десятая смотрим 175 граммов и это более чем эпичненько и разница в габаритах между допустим самсунгом и айфоном 12 и samsung с 21 то есть эта лопатка побольше будет но она пошире а в высоту немного выше чуть-чуть дизайн в принципе полностью скопирован control c control в даже по камерам по вспышке по всему телефон мне нравится но в моем случае это во первых инженерный образец во вторых я опять же смотрю на него с точки зрения 21 и для меня это два брата-близнеца смотрим сегодня я расскажу вам еще раз повторяюсь о смартфоне samsung galaxy s 21 фе презентация которого наконец-таки как раз сегодня и состоялась хотя она должна была состояться еще в августе но вы понимаете откуда столько странного железа полетели поставляется данный девайс в разных вариантах цветов корпуса белый лавандовый кремовый серый и черный тыльная часть изготовлена из поликарбоната рама алюминиевая тактильно очень приятный смарт несколько раз за ролик это повторю экран защищен стеклом corning gorilla glass victus последняя кстати их разработка в моем случае телефон черного цвета от моего samsung с 21 внешне ничем не отличается в руке держать удобно сборка качественная тыльная часть марка хотя сам смартфон из рук не выскальзывает корпус полностью матовый выглядит круто на корпусе расположены кнопка питания качели регулировки громкости разъем для зарядки юсб тайп си версии 3.2 это очень круто это максимально быстрый разъем который я встречал из флагманов два микрофона основной динамик еле приметные разговорные звучание здесь разумеется стерео dolby atmos присутствует звучание классная и последний от слот по 2 наносим также есть возможность подключения есть им у корпуса есть пыли и влагозащита уровня айпи 68 сейчас вы видите как я его немного подтапливаю кнопки особо не люфтят но к сожалению нет разъема под миниджек и нет и к порта оснащен смартфон дисплеем на 6,4 дюйма amoled с разрешением 2340 на 1080 точек full hd плюс плотность пикселей составляет 401 пипи на солнце все отлично видно но создается впечатление что хотелось бы чуть больше яркости хотя по факту ее здесь космос как и у всех топов самсунга автояркость работает плавно мультитач есть и берет все 10 пальцев частота обновления экрана 120 герц точно 240 герц в целом на рынке уже давно существует повторяюсь точно 600 поэтому все же это невеликое достижение компании которые они так нахваливали в рекламе 10 минга как и у любого самсунга конечно же нет шим не самый приятный для чувствительных глаз на 100 процентах яркости 34 процента на 50 32 на минимальный 122 на 0 и 14 и это прямо космос как очень жестко для зрения для тех кто ощущает сходите в магазин перед покупкой обязательно на это дело посмотрите я к своему из 21 конечно привыкну помним что я всегда использую очки то есть у меня всегда есть какая-то защита зрения от шиму не факт что вы носите очки под разными углами тон картинки темнит и бросает холодный оттенок опять же любой экран как вы знаете можно настроить под себя главное руки имейте голову чуть-чуть always on display на борту разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатка пальца внедренного в экран и распознавание лица с помощью фронтальной камеры сканер отпечатка пальцев работает отлично стабильно быстро отпечаток одного пальца добавить несколько раз можно распознавание лица срабатывает быстро без промахов более одного лица добавить к сожалению нельзя подбородок внизу экрана минимальные летим дальше процессор на борту qualcomm snapdragon 3 восьмерки с техпроцессом 5 нанометров и восьми ядрами максимальная тактовая частота которого 2,8 гигагерца также есть модели оснащенные процессором samsung exynos 2100 графический процессор adreno 660 оболочка one ui 3.1 на основе андроида 11 оперативная память lp ddr5 и доступна на выбор 6 8 гигабайт внутренняя память ufs 3.1 на выбор 128 и 256 гигабайт и расширить ее изди карты к сожалению нельзя это же оля флагман опять же смотрим в сторону huawei по 50 про там расширять картой памяти память можно хотя это флагман из беспроводной связи имеется вай фай 6 серии поддержка 5g сетей разумеется на борту bluetooth версии 5.0 возможно это где-то ошибка и в их пресс-релизе и в том что мне показывают программы я надеюсь что там bluetooth 5.2 ну пока только такая информация это нехорошо старенький bluetooth если так и на все поддерживается samsung pay соответственно на борту и google pay встает напоминаю по поводу проблем с оплатой samsung pay с ними все еще судится в россии и возможно у самсунга будут проблемы но пока будем верить что нет сеть мобильную ловит хорошо бэнды 7 и 20 разумеется на борту сенсоры приближения работают отлично сразу вспоминаем пока f3 с его проблемами вибра в целом хорошие не топорная флагманская из навигации gps глонас бейдоу галилео gps тест на холодную выдает точность 3 метра в городских условиях что является с одной стороны нормы с другой стороны мы привыкли к некоторым флагманам с одним метром правда емкость аккумулятора равна четыре с половиной тысячи миллиампер часов в писи марки samsung galaxy s 21 и выдал 7 часов 24 минуты осталось еще 20 процентов и тест я проводил разумеется при 120 герцах на максимальной яркости то есть довольно такой энергоемкий аппарат и живучий за 30 минут в танке улетела 12 процентов за час игры в гэншинг impact улетает 33 процента при 120 герцах максимальной яркости на высоких настройках графики при этом яркость экрана смарт не понижает но нехило так нагревается в отличие кстати от айфона 13 про который яркость просто сразу сбрасывает и вообще не беспокоиться ни о чем он же не для игры создан правильно за сотку играть было комфортно фриза присутствовали но очень редко и игре не мешали для загрузки гэншинг impact телефон съел 17 процентов заряда что не так мало даже самсунг galaxy m52 съел только 10 процентов хочу отметить в с 21 фе поддерживается быстрая зарядка на 25 ватт беспроводная зарядка на 15 ватт это безумно скромно но вот так поддержка quick charge версии . 40 и power delivery версии 3.0 заряжается с нуля до сотки от быстрой зарядки samsung на 45 ватт за 1 час 15 минут теперь по тестам тротлинг тест прошел по следующим результатам не скажу что сильно огорчительным скорее ожидаемым бенчмарки показал сингл кори 600 мульти кори 2955 и это сильно в 3d марки показал вайл life extreme стресс-тест 1150 вайл life 2447 вайл life extreme 1308 вайл life стресс-тест 3232 slingshot 7668 slingshot extreme разумеется на максимум slingshot странно что был не на максимум скорее всего это потому что я подряд тесты делал в antutu показал результаты в 644 тысячи попугаев что не космос сторож тесте 53 тысячи что тоже не космос но хорошо на холодную стресс-тест прошел хорошо и результаты вы видите на экране основной блок камер с тыльной части представляет собой тройной модуль состоящий из основной камеры на 12 миля их сверх ширик на 12 мегапикселей с углом обзоров 120 градусов запись видео доступным максимального разрешения 4к 60 fps фронтальная камера на 32 мегапикселя расположена по центру верхней части экрана на небольших размеров что радует и максимальное разрешение для съемки видео здесь 4к 60 fps к сожалению не 8к камерам никаких вопросов у меня лично не возникло за исключением стабилизацию фронталки она печально примеры вы сейчас увидите перед на цветной шапке пример того как работает фронталка притом по мне она работает даже очень хорошо при изменении освещения заходим в подъезд выходим из подъезда двигаемся с искусственными источниками света которые довольно неравномерно светят разумеется съемка ведется с одной руки без всяких штативов стабилизаторов теперь самый неприятный момент самым неприятным моментом справилась камера не особо фонтан на 60 fps ощущаются если смотрим rolling shutter отсутствует и я бы сказал что шумов моря это неудивительно у всего шумов моря ночью освещение относительно хорошее но намного меньше стало снега соответственно отражается свет в меньшем количестве другие телефоны были в более выигрышном положении когда я тестировал их в тех же условиях в целом я вижу как камера отрабатывает с одной руки если идти с двух снимать неплохо встать а вот встать вообще ужас какой-то лучше было не вставать в движении картинка была лучше будем надеяться что появится возможно обновление и и посмотрим еще как она днем снимает 4к 60 fps съемка с двух рук ночь два часа мурина samsung fe новенький который 21 я думаю что именно так они его и назовут и став здесь работает прям волшебная вам скажу на основной камере при 4к 60 fps переключение на ширик невозможно максимум увеличения x10 разумеется и днем и ночью это абсолютно бесполезная приблуда лучше кропать еще раз повторяю тысячный лучше кропа может быть только кроп и в целом даже можно пробежаться надеюсь не растянусь вот так прибеги если вы в каком-то пьяном угаре решите использовать данную камеру как action у этого телефона получите такую картинку в целом неплохую по мне единственное сейчас мы по-быстрому вечерний автофокус оценим думаю со столба пусть не колоритно но я думаю все знают как он выглядит в жизни этот счастливый металл раз как-то запаздывает картинка на телефоне но автофокус отрабатывает быстро но все равно вот этот если вы видите переход который я вижу он очень странный но плавный местами а где-то рывками давайте еще посмотрим как играют огоньки на новогодние елки рядом с детской площадкой в целом норм x2 x3 x10 это уже съемка с одной руки и давайте не может быть немного еще забежим на ступеньки потому что обзоров будет моря на этот смарт хвалебных не хвалебных неважно главное что примерно те же варианты использования тех же российских условиях если вы смотрите из россии если из петербурга то ту же и такую же пасмурную слякотную погоду будет у вас ну неплохо а главное пауза есть в отличие от айфона фронтальная камера 4к 60fps новенькая фешечка от самсунга и днем она снимает конечно волшебно я бы сказал что единственная снимаю с двух рук насколько все хорошо видно вы вы видите вот так примерно вас будут видеть собеседники вряд ли вы правда будете стримить в 4к прямо через телефон это раз и и вряд ли у вас будет возможность все это дело выгружать по нашей любимой сети 5g у нас к сожалению мало где вот сейчас я прохожу мимо место где кто-то пытается топить баню как мне кажется и в целом камера справляется на отлично опять же это мое субъективное мнение разумеется можно одновременно делать снимки разумеется можно помки на основную камеру и это очень удобно сейчас мы кстати к слову можем проверить насколько хорошо работает автофокус 1 вот днем вообще максимально хорошо и плавно радует на x максимум x10 4к 60fps и днем это не такое лютое мыло мыло конечно но не лютое тест фронтальной камеры samsung с 21f я вот так примерно неоновые вывеска будет выглядеть на фронталке и хочу отметить что это дело намного лучше выглядеть чем на iphone 13 продажи сравнивать не буду страны но факт в целом фронталку самсунга всегда радует за эту стоимость она не может не радовать фронтальная камера samsung как е21 все еще ночь повелецкий вокзал и вот так вас будет она снимать если вы решитесь снимать 4к 60fps в целом камера еще раз повторяю меня устраивает ничего удивительного в этом нет вы сами все видите минус 20 примерно сейчас хотя уже наверно потеплело потому что пошел снег видите как даже со светом справляется хорошо хорошо много фронтал очки снова москва уже день минус 20 съемка вы сами видите каким качеством идет хорош самсунг основная камера съемка в 4к 60fps москва все тот же повелецкий максимум x10 и x10 даже на таком неплохом по видео возможностям смартфоне максимально бесполезно посмотрим как здесь у него будет со стабилизацией как вы видите проблем с передвижением здесь нет поверхность ровно снимаю с двух рук идут плавненько и скажем прямо стараюсь но в целом стаб отрабатывает прямо отрабатывает отрабатывает по-хорошему самсунг кафе 21 очень неплохо отрабатывает камера днем как вы видите неплохо отрабатывает микрофон сзади забивают свои за вот этим макдональдсом и rolling shutter разумеется нет вообще никаких претензий к смартфону по съемке быть не может в принципе потому что самсунге особо плохого не делают и по ощущениям лучше чем с 21 но если вы захотите сравнение опять же пишите я если честно смысл в нем не вижу почему потому что если у вас какая-нибудь модель из разряда с 21 или с 21 ультра однозначно не стоит ни на что переходить это все маркетинг ничего нового они опять же не придумали маленький пример двойной записи фронталка и основная основная в левом верхнем фронталка как вы видите крупным планом хорошая фронталка особенно для помещения даже интересный столы как здесь не в принципе видно все молодцы от него вывесок пульсация возможно на выходе не будет видно на телефоне видно очень сейчас покажу минусы люто греется при нагрузках стремительно съедает также заряд и нет разъема под миниджек память расширить возможности нет дизайн не изменился чем вредный особенно на минимальной яркости ну и безумная стоимость цена по ссылке в описании к видео примерно 900 с лишним долларов ссылка в описании будет если промокоды посмотрите моем телеграм-канале рано или поздно они будут по скидкам надеюсь этот телефон продавать вдруг на момент просмотра опять же что-то появится и вы может быть решите его купить хотя я сомневаюсь если кому интересно поплотнее познакомиться с данным аппаратом на лайв канале сегодня же я проведу прожарку данного девайса то есть проведу при вас все тесты с ним и чтобы не было вопросов откуда что почему он у меня уже давно на руках мне очень понравилось как он снимает и резюмируя так что скорее всего после этого samsung не точно перестанет что-либо когда-то давать может быть когда стану миллион ником через лет 20 но не об этом рассказ рассказ про том что резюмируя overprice лютый просто за такие деньги покупать данный аппарат но это как минимум неразумно почему потому что за эти деньги вы можете купить айфон 13 за эти деньги вы можете купить два ван класса 9 pro за эти деньги вы можете купить ван класс 9 рт в количестве двух штук за эти деньги вы можете купить с 21 спокойно самсунговский который будет не хуже и в довесок к нему еще купить f-20 кому-то его подарить и еще много чего вы можете купить понятно если у вас есть 50 процентная скидка в самсунге наверное разумно его приобрести если ее нет то смотрите улыбаетесь обзоров на него будет просто море девайс просто волшебные исключая стоимость конечно где-то недоработки из разряда просто перегревающегося он у всех перегревается есть недоработки из разряда шима но самсунгу плевать что у вас вытекают глаза носите очки не забываем основной на канале apple watch 7 разыгрываются разыгрываются 6 часов от сяоми и разыгрываются помимо этого еще пять ми бэндов 6 серии за лайк подписку и комментарии к любому видео ежемесячно на канале для стримов не забываем что есть телеграм-канал со скидками как раз куда я часто скидываю f-20 по 26 может быть когда ты этот аппарат будет так по 40 45 продаваться и он там окажется а на данном этапе жизненного развития от меня лично и от всех кто видел этот девайс после того как он слышал его стоимость однозначно и нет он не является чем-то что может затмить современные флагманы кроме лютых фанатов самсунга либо людей у которых на карточке просто какой-то лютый безлимит и я не знаю почему они выбирают именно этот бренд а ну потому что 16 процентов российской федерации граждан которые покупают телефоны очень лояльно относятся к самсунгу и не ясно почему потому что ценовая политика ценообразование у них как увива наверно ну какой-то космос я не знаю откуда они берут эти ценники м12 которая недавно купил за девять с половиной обзор на который вы скоро увидите меня порадовал но там 9500 здесь ценник вы можете увидеть по ссылке в описании либо загуглите улыбнитесь и закройте эту тему для себя надеюсь подобные девайсы вам нравятся надеюсь вы хотите от меня слышать более менее критичные обзоры потому что он максимально критичен всю рекламу можете посмотреть сами по поводу того какой он волшебный материалы но эти же материалы есть в айфонах у яблоко у есть ван классах есть у вива у всех топовых девайсов категории кроме пикселя мне не нравится их сборка по большому счету все шик блеск красота так что нового они ничего не придумали вывели довольно неплохую железку которая в перспективе если будет стоить x2 то есть делим на 2 будет волшебный также как и в е20 когда она стоит 23-26 новенькая а в остальных условиях обстановки однозначно нет нет и еще раз нет подписываемся с колоколом ставим лайк за труды в пишем в комментариях что еще купить для обзора интересен ли вам такой формат на новинки новинка будет еще завтра но это будут наушники думаю вот эта тема с новинками быстро закончится так как она и началась во всяком случае от российского ритейла китайцы в этом смысле намного лояльнее если у меня удается вырвать у сяоми или римми аппарат раньше чем он появляется на рынке им вообще плевать что о нем рассказываю главное вам рассказываю наш ритейл конечно хочет всегда чего-то хорошего девайс отличный не рекомендую добра и удачи вам дорогие друзья